Штраф или ДТП с пострадавшим. Лишенный прав водитель Мерседеса, похоже, выбрал второй вариант и в центре Кирова устроил погоню. Сотрудники ДПС заметили лихача возле театральной площади, но останавливаться, похоже, не в его правилах на огромной скорости. Не замечая сигналов светофора, он пытался удрать от полиции, но на перекрестке улиц Горького и Маклина. Он под красный сигнал протаранил Hyundai Solaris. Одними битыми машинами не обошлось. Водителя легкового авто с тяжелыми травмами госпитализировали кадры с места аварии в первом материале выпуска. По словам очевидцев, этот Мерседес инспекторы попытались остановить на улице Преображенской, но водитель не реагировал на их требования. Несколько минут полицейские преследовали машину, а на углу улиц Маклина и Горького внедорожник на полном ходу протаранил Hyundai Solaris. Обе машины пробили ограждение и оказались за пределами дороги. Водителя Мерседеса задержали и посадили в патрульное авто. Виктор признался, хотел проскочить, но не вышло. Проехал на красном, на светофоре. А почему так получилось? Ну, так получилось. Не заметили, что ли? Почему заметили? А почему проехали? Просто думал, проскочим ночью. А, пусто было на дороге. Подушки безопасности выстрелили в обоих авто. Водитель Hyundai получил тяжелые травмы головы и шеи. Его переместили на носилки и в машине реанимации увезли в больницу. Виновник же ДТП не пострадал и думал, что у водителя Solaris незначительные травмы. Кто пострадал в ДТП? Мужчина, но вроде пришел в себя, все хорошо. То есть несерьезная травма у него, да? Надеюсь, что да. Как утверждают очевидцы, погоня за Мерседесом велась чуть ли не по всей центральной части города. Со слов Виктора, никакой погони не было. Маяки на патрульном авто он увидел якобы в последний момент. Они и ослепили ему глаза перед ДТП. Раньше не видел ничего, а потом отвлекся на верцание. А, я понял. Из-за маяков вы, грубо говоря, и не заметили красный сигнал и машину, которая на перерез вам идет, да? Обычно устраивают погони нетрезвые водители. Вот и сотрудники ДПС решили проверить, все ли в порядке с состоянием Виктора. Подложительный выдох. Долго-долго как шарик дуешь. Дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй. Все. Уже мнет, мальчик. Ноль-ноль. Состояние огольное пленение не установлено. Трезвый, на вид адекватный, с документами почти полный порядок. Что же не так с водителем? Оказалось, дело в решении суда по его прошлому нарушению. Не лишены прав. Ранее не попадались в нетрезвом состоянии? Состояние. А, улишен. Гонки по городу, чтобы всего лишь не платить штраф в 30 тысяч рублей, которые полагаются лишеннику. В трезвом уме Виктор явно понимал всю опасность такого решения. Но итог – ДТП с пострадавшим. Ко всему прочему, ему наверняка не отвертеться от наказания за вождение в статусе лишенника. Сергей Пичугин. Место происшествия.